30 миллионов тенге задолжали рабочим подрядчики Тургусунская ГЭС на востоке Казахстана. Вот уже порядка полугода 150 человек живут без заработной платы. В конце прошлого года мы уже рассказывали о том, что рабочим не выплачивают положенных денег. С того времени из-за отсутствия финансирования обанкротились даже субподрядчики организации, которых строительная компания нанимала для дополнительных работ. Ситуацией разбирался Вячеслав Витлугин. Я Виктор Сеитов. Скажите, пожалуйста, какой у меня долг сегодня на сегодняшний день, в данный момент? На 200 тысяч шесть, 552. 150 строителей Тургусунской ГЭС вот уже несколько месяцев не получают полностью зарплату. По 30-40 тысяч тенге раз в два, а порой в три месяца. Продукты они берут в долг в местном магазине. Возмущенные сельчане обратились в прокуратуру с жалобой на работодателя. Однако все тщетно. Проблему строителей Тургусунской гидроэлектростанции мы уже освещали в эфире нашего телеканала еще в ноябре прошлого года. С тех пор мало что изменилось. Напомним, долги перед персоналом накопила частная компания, взявшая многомиллиардный подряд на возведение ГЭС. Оговоренный с заказчиком транш в 6 миллиардов тенге строительная фирма получила. Но деньги, по словам работников, прошли мимо фонда заработной платы. Не производились и социальные отчисления. По факту люди работали без медицинских страховок. За целый год, работали целый год, вот где мои пенсионные накопления, начисления, вот с меня высчитывали, с меня высчитывали, якобы на мой счет, а поступлений нет. Денежных поступлений не дождались и привлеченные к большой стройке субподрядчики. Для индивидуальных предпринимателей финансово перспективный проект обернулся банкротством. Должны они нам на сегодняшний день 7 миллионов 201 тысячи, но расчета нету. Вот в таких сложных условиях мы попали, что денег нету, ничего нету. Мы вынуждены были закрыться, предприятия распродали, чтобы с людьми рассчитаться. От официальных комментариев подрядчики отказались. Однако диалог с представителями фискальных органов у предпринимателей все же состоялся. Изучив дело, инспекторы департамента госдоходов заморозили счета стройфирмы-должника. Вся полученная компания и прибыль отныне автоматически идет на погашение текущих задолженностей. Только пенсионных отчислений на 18 миллионов тенге строительная фирма должна перечислить своим работникам. Еще почти 3,5 миллиона тенге выплатить в фонд социального медицинского страхования. За этим мы проследим. Доходы компании мы направим на погашение задолженностей перед работниками. Строительство Тургусунской ГЭС, которую возводят на частные средства, продолжается. Но большинство работников субподрядных организаций из-за задержек с выплатой зарплат уволились. Оказать им содействие в трудоустройстве обещают в региональной инспекции охраны труда. Впрочем, в решении главного вопроса возвращения и возмещения невыплаченных зарплат обещают помочь частные судебные исполнители. К слову, виновников задержек обещают оштрафовать. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Итоги дня.